ВОРОБЕЙ Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуясь перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда, ветер сильно качал березы аллеи, и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище, но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип. Он замирал, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака, и все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Редактор субтитров А.Семкин